Приветствую вас, дорогие друзья, в программе «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додолев. А в гостях у нас человек, который только в одном из проектов создал 6000 образов – король смеха. Хотя недавно выяснилось, что и «Кровосос». Юрий Стоянов. Приветствую Юрий. Замечательно представил. Нет, но насчет «Кровососа» я, конечно, не мог умолчать про сериал «Вампиры средней полосы», потому что по мне это просто феноменальное явление у нас в сериальном бизнесе. Спасибо. И совершенно гениальный, конечно, там главный «Кровосос» Юрий Стоянов. Я, насколько понимаю, изначально ведь это было сделано под Михаила Ефремова. Нет, все неправильно, ты понимаешь. Так. Потом был Михаил Ефремов. Изначально эта роль написана на меня. В пробах. Так. На меня. И пилот, а не пробы. Пилот снят со мной. Так. Очень тяжелая. Пилот – это первая серия, да? Да, это первая серия. И в том случае она и была первой серией, потому что пилот бывает иногда намерением для того, чтобы продюсер, и потом посмотрели, есть там потенция или нет. Он снимался по-настоящему затратно, по-взрослому. Миша начал сниматься. И отснялся Миша 30% роли. Это очень много. И закрылись они не потому, что случилась авария, и Миша там попал под следствие. Не поэтому. А потому что мы все ушли в локдаун. Мы все ушли на карантин. А вот уже когда карантин заканчивался, и в июне должны были возобновиться съемки, вот тогда случилось это происшествие на Садовом кольце. И они позвонили мне и говорят, ну, Юрий Николаевич, вот мы и звоним. А у меня абсолютно не срослось. Ну, я даже не понял, зачем. Я долго очень соображал. А они позвонили, как будто, ну, вы понимаете, зачем мы звоним? А я не понимаю. Я снимаюсь в другой истории в это время. И тогда я попросил продюсеров не подписывать со мной договор. Потому что надежд было мало, что там произойдет какое-то чудо, и Мишу отпустят. Ну, допустим, под какое-то условное. И я сказал, давайте так, давайте не подписывать договор, чтобы вы не были ничем обязаны мне. Я снимаюсь неделю. Если в течение этой недели Мишка выходит, то давайте я просто ухожу, и он обратно возвращается. Мне кажется, это нормально по-человечески. Но, конечно, чудо не произошло при наличии такого адвоката. Все было. С каждым днем становилось хуже, хуже и хуже. И я сыграл эту роль до конца. Вообще, возможно возвращение цензуры в кино и в театр у нас? Я мечтаю, чтобы ко мне самоцензура не вернулась, которая для меня страшнее любой цензуры. А была она и есть? Конечно. Я объясню. Тут такая подмена иногда происходит очень интересная. Я когда-то очень гордился, отвечая на вопрос, а вот применительно к вашей передаче существует цензура? Я абсолютно искренне говорил нет, потому что это так и было. Я говорил, она не доходит до нашей передачи, потому что в ней присутствует самоцензура. То есть я не даю повода кому-то что-то запретить. Так это же самое страшное. Это саморазрушение. Что такое самоцензура? Тебе еще не запретили, а ты уже, думая, как бы чего не вышло, уже запретил себе это сам. И ты, когда ты себе запрещаешь, это самое страшное. Лучше пусть запретят тебе. Совесть будет чиста. А у молодых, с молодыми же много работаем. Ой, я в последнее время, все мои режиссеры очень молодые. У них есть вот эти какие-то шоры, ограничители? Или они свободнее, чем... А нет, конечно, они свободнее. Они выросли в другое время, они сформировались в другое время. Но простой пример, Жень. Вот нас было 27 человек, поступивших на актерский факультет. Главная проблема, вот методики воспитания этих ребят была очень простой. Освободить их. Вот освободить физически. Мы были безумно зажаты. Была целая система таких шор физически. И в пластике, но пластика – это же выражение внутреннего состояния. Мы были нас раскрепостить. У нас там 2,5-3 года уходило на то, чтобы возникло вот это ощущение какой-то свободы и органики, пребывания на сцене. Ну, а может быть, когда-нибудь и в кадре. Эти, нынешние, которых Табаков называл, да и не только он, непоротое поколение, которые приходят, им что на сцену выйти, что до ветра сходить. Они другие, они реально, они уже приходят свободы, абсолютно свободными людьми. Это невероятно. Дальше не понимаешь, чему их учить. Так, стоп. Если они физически свободны. Но в этой свободе, есть в этой псевдоорганике, я это называю, есть тоже одна большая очень проблема. Что они свободны вообще. А свободным надо быть в обстоятельствах конкретной роли. Отсюда возникает эта одинаковость. Что если ты название сериала не прочитаешь, то просто он отличается от другого тем, что там он старший лейтенант, а здесь он майор. И хочется его спросить. Брат, а ты знаешь, в каком ты сериале снимаешься сегодня? Пофиг. Везде одинаковый. То есть у этой органики есть проблема. Понимаешь, да? Но это очень узкопрофессиональный ответ. Но то, что они намного свободнее, чем мы, они иначе мыслят, вызывают у меня иногда восхищение и зависть, кроме некоторых профессиональных проявлений. Хорошо, я даже не буду спрашивать, какие это профессиональные проявления, если нет желания говорить. Нет, ну я сказал, это вот то, что называется, это одинаковость. Я понял. Когда они говорят, я сейчас снимаюсь в одном проекте. Я все время говорю, а ты сыграть в нем не пробовал? 27 человек, с которыми довелось учиться, кроме Догилевой, кто там? Витя Сухоруков. Ага. Но он же гораздо старше. Но так получилось. Он поступал, он поступил с третьего или четвертого захода в ГИТИС, после армии. Витя Сухоруков у нас. Ты знаешь, просто многие из ребят не на виду, но наш курс оказался самым титулованным за последние много десятилетий. По количеству там званий всяких, наград и всего такого. Ну вот из того, что совсем на виду, ну вот так. Из много снимающихся. А есть удовлетворенность уровнем своей титулованности? Все, что заслужено, это заслужено? Или все-таки чего-то недодали? В смысле званий, наград? Нет, у меня нет. Нет, это касается ни званий и ни наград. Это меня вообще не очень интересовало. Илюшку моего это интересовало больше. На Леникова. Да, потому что он когда-то сказал, потому что я, того слова, которое все равно запикивают на букву Г, ровно на 10 лет больше, чем ты ел. У вас 10 лет ровно разница? Ровно, день в день, да. День в день. Его интересовало это. Он воспитан немножко раньше. Поскольку я получил звание народного артиста в 40 с небольшим лет, не будучи заслуженным. А так можно разве перешагивать через... Я думаю, что это обязательно. Это было можно при Сталине. Это был такой прецедент с Бондарчуком. Но он получил сразу народного артиста Советского Союза. Сразу после фильма Шевченко. А мы получили с Илюшей в 2002 году. Вообще это так на самом деле... А вот извини, что я, прости, что перебил, я не ответил на вопрос. Я не удовлетворен тем, что я сделал. Потому что я так много не сыграл. Я очень много чего не сделал. Я, когда смотрю хороший фильм, я плачу не потому, что я сочувствую персонажам. Я плачу потому, что это не я сыграл. А годы, объективно, я понимаю, уже играть дедушек. Даже не пап. Это да. Мне недавно беседовала с Мариной Зудиной. Она сказала, что в основном востребованы до 35. Ну, у женщин сложнее. Да, у них уже сложнее. В моем возрасте нас не так уж и много. А были роли, от которых как-то довелось отказаться, а потом пожалеть? Да. Какой, например? Безумно. Мне так стыдно перед своей биографией, перед собой. Это такое противоречие с тем, что я только что говорил, как эти роли утекают между пальцами, как вода, как песок. Я не пьющий человек абсолютно. Что-то там на кинотавре, каких-то 30 граммов свои выпил. И какие-то подошли ко мне милые ребята и говорят, Юрий Николаевич, есть одна идея сняться в фильме. Фильм такой интересный. У нас пока сценария нет, но мы можем рассказать намерение. Нам бы вас ангажировать заранее. И вдруг я... Мне так стыдно. Ну, ребятки, ну напишите, тогда и посмотрим. Ну, логично. Нет, нелогично. Подвела интуиция. Так. Подвела, потому что это был фильм «Горько». Да ладно. О, да. Это какое-то культовое вещество. А есть несколько фильмов моих любимых, которые на стыке жанров. Это, конечно, «Облако рай», это «Страна Оз», может быть, на первом месте. И, конечно, это «Горько» первая часть, это и вторая тоже. И сыграл мой дружок, мой товарищ большой, мой друг, которого я в свое время, когда ушел из БДТ, на него свалилось все это барахло, которое я там играл, все эти эпизоды и ошметки. Это Ян Цапник, он там доигрывал. А здесь он реванш взял за все это, сыграл блистательно эту роль. И, кроме того, у него совпадение потрясающее в «Горько». Он же бывший десантник. Да, он десантник, и он десантника сыграл тут все. Кстати, он в многочисленных фильмах о Юрии Стоянове отзывается всегда очень-очень тепло, называет великим, гениальным. Это мой товарищ, и он блистательный совершенно артист. Здесь немножечко, мы немножечко басню какую-то сейчас вспоминаем. Напоминаем, кукушка хвалит, не нравится мне второе слово. В контексте, в нынешнем контексте. За то, что хвалит кукушку. А бывало наоборот случаи, что роль какая-то казалась прям по сценарию, это отлично, зайдет, а потом раз и лучше будет. Лучше бы не брался. Или такое разочарование? Очень часто. Потому что кино – это такая история, где интуиция подводит очень часто. Вот ты на площадке, у тебя ощущение, ай, какая роль у меня, ой, как я играю. В театре – это логичнее. А в кино ты забываешь, что то, как ты играешь, не является главной составляющей успеха. Потому что должен сложиться ансамбль, и это не главное. И вообще ощущение артиста у большого режиссера, он может себе засунуть в одно место свои ощущения. У Феллини люди вообще не понимали, в чем они снимаются. Они рот открывали, а потом на озвучании другой текст говорили. Мастроянин говорит, что я тут должен играть? Ну, говорит ему Феллини, говори, какая отвратительная в Риме погода, мерзкая. А он говорит, как я ненавижу эту погоду, этот Рим, эта серость, осень отвратительная. Ненавижу. Приходит, ему дают текст. Я люблю тебя. Рафаэл, я тебя так люблю, если бы ты знала. И получается. Если бы ты знала. Вот великий режиссер. Потому что это киноязык. Плюс это изображение. А за это ты не отвечаешь. А если за это еще не отвечает режиссер, то ты, считай, вляпался вот так. Название не буду, но таких фильмов в моей биографии 60%. Есть режиссеры, с которыми хотелось бы поработать, а предложения от них до сих пор не поступают? Да, их большинство. Их 99%. Это же обидно всем тем, которые делали предложения. Нет, но этот 1% это золотая миля. Кинематографа. Ну, потому что, объясню почему. Потому что это люди, которые в отличие от тех 99%, этот золотой 1% это те, кто очень рисковали. Это те, кто ругались с продюсерами для того, чтобы меня снять. Это не те, кто ура у нас снимается Стоянов, которые вопреки мнению продюсеров меня снимали. Потому что снимать Стоянова с Олейниковым, это значит снимать городок до последнего времени. Это значит вытащить на экран весь этот вагон и целую тележку сотен тысяч этих людей. И это значит, я своим появлением создаю определенные ожидания. А если это солдатик в окопе, учитель какой-то, а если это, не знаю, какой-то предатель, если это какая-то сложная драматическая роль, то он понимает, что он идет на то, чтобы бороться со зрителем. Нафиг ему надо? Хороших артистов мало. Он Маковецкого возьми, он сыграет гениально. Зачем тебе, это я без всякого прикола говорю, или Серегу Гармаша, у которых нет этого, то, что они считают, компромата. А это не компромат, я этим горжусь. Но я умею еще что-то. И поэтому это люди, которые очень рисковали. Это и Тигран Киосаян, который снимал меня в драматических ролях. Это и Дима Месхев, это Никита Михалков и еще несколько режиссеров. Их не так много. Остальное на стыке жанров, скажем, комедии. Но те, кто не комедийные роли, не комедийные, люди очень рисковали. А иногда открыто запрещали. Да не снимайте вы его, но это же не комедия. А, то есть мотивируя вот именно жанр. Мотивируя это серьезными продюсерскими соображениями. У нас не комедия, ну зачем? Ну вы обманете зрителей, это самое плохое, что может быть. Он появится в кадре, возникнут ожидания, и мы им покажем две фиги. А он плакать будет, видите ли, в кадре. Он сильно трагический артист. Пусть он пойдет, штаны снимет и смешит всех. И чтобы это не было, как добро пожаловать в кинотеатр, посмотреть телевизор. Когда Гармаша упомянули мы, я сразу подумал вот о чем. Об отношении актеров не молодых, а вот нашего поколения к рекламе. Считается, что это низкий жанр. Что человек, когда снимается в рекламе, это он немножечко придает профессии. Учитывая, что Гармаш стал лицом Почты России, скажем, или там... Он не Почта России, Почта Банка. Почта Банка. Почта Банка, да. Значит, как я к этому отношусь? Мы можем сейчас включить из себя такую амазонку в климаксе, такой плюшевый десант чуть-чуть дать здесь, и сказать, фи, ай-яй-яй. И такой, ну, а дальше ты скажи себе, Юрий Николаевич, представь себе, что из Почты Банка позвонили тебе. И когда ты сказал никогда и уходил из этого кабинета, такая бумажка свернутая в спину, тебе так кинули, ты так а развернул, а там цифра написана. Вот потом, осуждаясь Сережу Гармаша, потом человек, это его профессия, он артист, он артист, вызывающий доверие. То, что вот он берет на себя определенные риски, вот это то, над чем надо думать. Но я думаю, что такой человек, как Серега, наверняка пообщался с каким-то количеством людей и промониторил ситуацию. То есть степень надежности, потому что люди же ассоциируют эту надежность не с банком, а с тем доверием, которое вызывает Серега у них, естественно. Вот эту ответственность артист несет, а дальше что? Он делает свое дело в кадре и получает за это, я думаю, я желаю ему, чтобы это были большие деньги. Я желаю. Но недавно на съемках вампиров мы снимаемся, снимаемся, и вдруг оператор кричит, «Блин, какой-то там из почтобанка вышел». Я говорю, главное, чтобы это был не гармаш. Потому что в кадре там почтобанки вышел из почтобанка. Главное, чтобы это был не гармаш. Потому что у нас будет тогда рекламный кадр. Да, да. Отношение к деньгам у людей советской школы и у молодых одинаковое или разное? Нет, 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 конечно, разное. Ну так и должно быть. Конечно, абсолютно разное, принципиально разное. Они молодцы. Они сейчас понимают, что актерство, назвать своей профессией, человек имеет право сейчас. Раньше ты актер тогда, когда ты состоялся, но это не имело никакого денежного эквивалента. Ты мог играть три главных роли в театре и получать копейки. Сейчас ты актер, если эта профессия позволяет тебе кормить свою семью. Они серьезно относятся к деньгам. Они торгуются? Торгуются и молодцы. А я не умею, у меня для этого жена. А, то есть она мой директор. Она выступает в качестве... Да, потому что она знает, что они на меня посмотрят и скажут, Юрий Николаевич, они скажут вот эту вот отвратительную контрольную фразу. И я скажу, да. Юрий Николаевич, ну а кто кроме вас? Я говорю, ну, минус столько. Я говорю, позвоните моей жене. И закрываю уши. Кстати, вот когда запускался на нашем любимом канале «Россия» проект имени великого актера, состоянного шоу, был ролик именно с тем, что человек нужен России. Имеется в виду канал «Россия». И это было выполнено в стилистике вот этих, ну, шпионских... Да, это было здорово придумано. Рекрутирует. Хорошо было придумано. А кто вообще авторы в проекте? Авторы сейчас, это два крупных продакшена, авторских. Сейчас это не штучная история уже. Авторство, как правило, это два-три человека. Креативных редакторов, таких, как их называют, шоураннеры, да, которые они сочиняют, но главным образом они координируют деятельность. Своих групп авторов, которые разбросаны по всей стране, они эту информацию собирают, редактируют и приносят нам. Это с таких авторов у нас раз, два, три. А от них идут эти щупальцы к огромному количеству. Я думаю, в результате получится человек 30. То есть с ними физического контакта нет? Нет, с этими тремя он... Есть. Да, и, к сожалению, иногда тактильный. От тактильного контакта не могу не перейти, конечно, к самой модной теме. Это пандемия. Как-то она отразилась на тактильных контактах, на какие-то ограничения, которые идут из понимания того, что надо бы поберечься или других поберечь. Или как-то чаще себя миновало. Ну, меня миновало, к счастью, потому что я из ранее привитых, еще в сентябре. Но, я скажу так, в хороших, в серьезных группах это было серьезно поставлено. Ну, потому что это все тактильное. Типа целуи, обнимание в кадре, выпивание, еда в кадре. Ну, то, что по роли я имею в виду. Там человек без перчаток, а кто-то вот так дунет на стакан и поставит тебе его в кадр. Да нет, тут вопрос личной ответственности, конечно, на первом месте. Но была большая разница, если ты снимаешься в Москве, тут жестко. Как только приезжаешь в Питер, мама моя, да, это просто столица ковид-диссидентства. Там человек, когда ты делаешь ему замечания, воспринимает это как покушение на личную свободу, как личное оскорбление, просьба надеть маску. И только уважение к возрасту и заслугам заставляет этого сделать. Я это говорю без всякого юмора. Там это носило формы какие-то для меня поразительные. В таком, казалось бы, организованном городе, в котором должно быть такое генетическое чувство коллективной беды, по идее, еще с войной. Но то, что молодежь там творила, эти обнимашки, целовашки, и все это без масок, и все остальное, нет. Москва как-то пожестче и подостойнее справилась. Ну, какие ограничения? Ограничения... Я очень уважаю продюсеров, которые тратили деньги во время пандемии. Треть бюджета еще уходила на вот эти меры противоковидные. А можно было не тратить эти треть бюджета. И такие группы мне тоже известны. И они расплачивались очень жестко. И иногда фатально. Да, я вот не могу забыть. Вот я сижу вот так с актером в ночном клубе, и он мне так не понравился этот ночной клуб. Липкие полы какие-то, неубранные. Как-то грязно. Видно, вот только закончился какой-то вертеп в этом ночном клубе. И мы с ним играем какой-то эпизодик. Через два дня он заболевает, и через неделю умирает. И вот он стоит перед моими глазами. 57-летний, молодой, красивый актер-режиссер. Беда. Но я так понимаю, что именно благодаря пандемии возник YouTube-канал. Да. Благодаря моим молодым продюсерам. Тем же, которые делают... А, то есть это идея была... Нет, у меня была идея что-нибудь повалять дурака. Так. Грубо говоря, сделать такой городок на коленках. Ну, совсем так просто. А они такие ребята системные. Они же не так, как мы, самореализоваться. Нет, нет. Не самореализоваться, а монетизировать. Ну, если не деньгами, то, по крайней мере, эфиром, чем-то еще. И я... Они мне принесли какой-то свет, поскольку я человек технически грамотный. Пару заполняющих приборов, пару рисующих мне привезли. Ну, все это на даче, да? Все это привезли мне на дачу. Две ручечки таких имитирующих стабилизаторы. И есть моя жена. Плюс 10 париков на чердаке, оставшихся от городка. Да, с городка. Плюс тещины вещи, перевезенные с дачи, у которой мой размер. Теща. Вот все. И жена снимает. Жена же в партнер основной за кадром. Она как бы и стала главной интригой. Я-то для зрителей что? Ну, смешное, смешное. Ну, ай-яй-яй, какое открытие. А вот это, кто это там, вот эта вот женщина? Это инженер-строитель вообще, к этому делу не имеющий никакого отношения. А в результате, вот закончился этот локдаун, тот первый. И вдруг сохранилась такая грустный календарик такой и смешной. Вот того, какими мы были. Как мы входили, как мы выходили. Вот это мне интересно. Когда по вот таким вещам время остается в памяти. Вот давай посмотрим. Давай, вот мы тебя включим. Смотри, как это начиналось. Да, точно. И по каким-то приметам они узнают это время больше, чем по газетным статьям. Вот это для меня оценка. Согласен. И язык другой. Юрий, мы финишируем пожеланием нашей золотой рыбки. Это китайский карась. Карась китайский. Дядя Володя мы его назвали. Это случайно? Это Андрей Владимирович Макаревич, который был в премьерном выпуске. Он, во-первых, объяснил мне, что золотая рыбка. Если Макаревич назвал, то тогда не случайно. Короче говоря, это дядя Володь. Отчество мы пока не придумали. Какое пожелание... Позовите еще раз Макаревича, и у нее появится отчество. Обязательно в следующем году мы это реализуем. Итак, какое пожелание актера Юрия Стоянова к китайскому карасю дяде Володе? И, естественно, оно одно, а не три, да, как принято в русских народных сказках. Что-нибудь самое-самое главное? Да. Но я тогда не буду говорить общие слова и желать нашего коллективного исцеления побыстрее от этой заразы. Я скажу очень простую вещь. Дорогой Володя Безотчество, сделай так, чтобы я увидел время, когда моей дочке будет 30 лет. Сейчас ей 18. Ну, я присоединяюсь. Я как бы... Есть слово апгрейд. Я пожелаю, чтобы увидел, как дочке будет 50. Я бы мог сейчас умничать и юморить. Но если залезть глубоко в себя, это, наверное, главное мое желание. Спасибо, Юрий, и за желание, и за разговор.